Ранним утром на станции скорой помощи царит оживление. Новые бригады заступают на дежурство. В диспетчерской уже вовсю кипит работа. Впрочем, она и не останавливается. В среднем в сутки здесь принимают от 150 до 200 обращений граждан. Служба скорой медицинской помощи Московского области. А во дворе ждут в своей очереди заступить на дежурство пять новеньких автомобилей. Всего 76 неотложек получили 34 городских округа Московской области. Среди них и Ленинский. Старший фельдшер Иван Тимощенков первым заходит в салон «Газели». Полностью машина укомплектована укладками для оказания скорой медицинской помощи, электрокардиографами, дефибрилляторами «Аксион». Электрокардиограф 12-канальный у нас, значит, ремнаборы для оказания скорой и неотложной медицинской помощи экстренным больным. Вот. Термоконтейнеры, травмнаборы. А еще специальные кислородные баллоны и аппарат искусственной вентиляции легких, кресло-каталка и носилки и даже одеяло с электроподогревом. Автомобиль полностью готов к работе. Хоть сейчас заводи бригаду и на вызов. Также машины у нас проходят обработку генеральную, аппарат «Дезар». Мы кварцуем после каждого больного, кварцуем непосредственно салон машины. Если бригада едет полностью укомплектованная, они должны наркотические препараты укладывать в сейф. И все на ключ закрывается. Все оборудование новое, но перед началом эксплуатации оно тщательно проверяется. В том числе и проблесковые маячки на автомобиле. Ежесуточно на Нолинии работает от 11 до 13 бригад. Теперь их станет больше. Все машины оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет нам отслеживать, где они находятся на данный момент. Например, если поступил экстренный вызов, мы можем послать ту или иную машину, которая находится поближе. Три автомобиля будут направлены на дополнительное обслуживание поселений Дрожжино, Развилки и Молково. Тимур Асанов – врач-терапевт Молковской амбулатории. Он отмечает, что одной машины, которая сейчас работает в поселении, явно недостаточно. Такая же ситуация и у соседей. Мы обращались. Министерство здравоохранения очень оперативно отреагировало на наши просьбы. Обратились и действующие депутаты, и предприниматели, и активные люди. В том числе и заведующий хирургическим отделением Асокин. Я, врач, то есть из медицинской структуры, также обратились люди. И министерство здравоохранения оперативно отреагировало и выделили нам автомобили. Планируется, что же в ближайшее время новые автомобили заступят на дежурство, и их очень ждут. По информации, полученной в службе 112, в ноябре этого года жители городского округа почти 4000 раз вызывали неотложку. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская.